Здравствуйте, я Алик из Саратова, с братом Рафиком, немножко на рынке овощи и фрукты торгуем. Вот, в Саратове у нас, знаете, так вот это, солнечно и морозно. Я все знаю, все понимаю, в любой вещи разбираюсь, в каждую из них, вмикаюсь, жена Этери есть, цветочек мой. Хочет тоже все знать, как Алик, но это невозможно, но она мне вопросы задает постоянно. Этери, что ты меня спросил в последний раз? Алик, Алик, что это? Дядя Гамлет говорит, это будут штрафовать за неправильную одежду у нас в России. Не шуми, не шуми ты вот на всю улицу, на весь квартал. Вот, шуми, надо во всем разобраться. Да, действительно, это вот Госдума наша, это депутат Госдумовский, Хинштейн, вот это, он заявил, что кто в России будет идти по улице и одет он будет нетрадиционно, то его нужно будет наказать, потому что мы скрепная страна, мы духовная страна, у нас не нужно вот это все разврата, как на этом Западе чертовом загнивающем. Мы представим себе, идет молодой человек, в косметике, в раскраске, там, с длинными обесцвеченными волосами, несет сумку, на сумке шестизначная радуга, ногти у него крашены. Вот мы можем говорить, что это определенная демонстрация или не может? Ну, по Конституции вроде нет. Или это его образ такой? Да, ну, каждый человек самовыражается. Ну, Конституция у нас же еще не отменена, вот в котором, где мы все имеем право на это. Да, имеем право, но есть принципы морали, нравственности, поведения общепризнанных. У нас с вами, если вы откроете состав административных правонарушений, хулиганство, там, в чем оно заключается, в том числе и в этом, его там в случае будут накрашивать, наказывать, извините, за эту демонстрацию, потому что все вместе, совокупно, образует совершенно конкретный образ, не оставляющий сомнений, кто находится перед тобой. Эй, какие вещи, говорит человек, ну, абсолютно правильные. Конечно, с длинными ногтями, если парень будет идти еще это в радужных цветах, это недопустимо. О, у меня короткие ногти, вот одежда у меня зеленая, штаны черные. Все вот скрепно, все очень духовно, чтобы не привлекать внимание и не попасть под раздачу. А депутату Хейнштейну я советую и всем другим депутатам госдумовским, чтобы они сделали, ну, какой-то патруль, дружина сделали, вот, анти, вот, чтобы они ходили и выискивали людей, которые нарушают наши традиции, наши ценности, чтобы они патрулировали улицы в Москве и в других городах. Да. А его дядя Гамлет, это правильно, Этери сказала, что у дяди Гамлета новая коллекция одежды, пожалуйста, добро просим вас, приходите, линия, партия, вот это, платья, барахла, всякого из Северной Кореи. Пришла к нам, теперь будем ходить только так.